СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Да, я думаю, что в преддверии праздника, о котором мы сегодня будем говорить, с настроением, дух уже приподнят. Да, продолжается, да еще с прошлого раза приподнят, продолжается наша серия праздничных выпусков. Мы в прошлый раз поздравляли наших красавиц. С Международным днем, соответственно. Да, да, с Международным днем 8 марта и фактически с началом весны. А сейчас мы всех будем поздравлять с праздником Навруз. Навруз, с началом, собственно говоря, непосредственным началом весны, который у многих народов считается праздником. И фактически еще и Новым годом по совместительству. А само слово Навруз переводится как «Новый день». Отмечают праздник этот татары. Отмечают, отмечают. Надежда Федяева, руководитель Кировской общественной организации «Татары Ешлег», что переводится как «Молодость» в нашей студии. Да. Рады приветствовать вас. Красавица Явер Алибалазаде, представительница азербайджанской диаспоры. Здравствуйте. Добрый день. Она сегодня в прекрасном наряде. Она, безусловно, расскажет о нем чуть позже. Приветствуем также Сайназара Сайназарова. Это представитель Кировской региональной общественной организации «Таджикская диаспора». Таджики тоже празднуют. Да. Навруз. И ждем. И ждем еще Алижона Саитова. Он представитель Кировской региональной общественной организации «Узбекская диаспора». Да. Узбеки, таджики, азербайджанцы, татары. И это далеко не полный список. Не полный. Иранцы отмечают, афганцы отмечают, таджики. Ну, таджики как бы, да, да, да. Туркмены, казахи, кыргызы отмечают. И в Дагестане тоже отмечают этот праздник. И в свое время, если я правильно помню, праздник отмечали еще и славяне. Потому что тоже считалось, что Новый год наступает, день весеннего равноденствия. Ну, и тут сразу надо напомнить, мы говорили, да, уже об этом, что история праздника Навруз, она насчитывает несколько тысячелетий, принято считать, да? Да, 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 да. И оно еще до нашей эры. И абсолютно нельзя тут проводить прямые параллели с исламом. Не исламский праздник, сразу скажем, да. Хотя хочу вам сказать, что и во все священные книги, в том числе и мусульман, и христиан, попали, значит, ну, как это сказать, с хихии этого праздника. То есть вы знаете, что во время Пасхи, наверное, во время Пасхи, пусть просеют меня христиане, если я там, освещают и огонь, и воду, и землю, и воздух своеобразный. И в Коране тоже есть ссылка неоднократно на эти четыре стихии. Поэтому, то есть где-то тут вроде как и не религиозный праздник, а где-то вот там прямые параллели. Что и говорит о том, что наша жизнь, она многогранна и богата. Да. Я хочу уточнить, все-таки, Азиз Алиевич сегодня еще выступает не только в качестве ведущего, но еще и в качестве руководителя Совета Старейшин, я не ошибаюсь, да, благотворительного фонда Азербайджан. Да, да, да. Руководитель Совета Старейшин. И этот фонд очень много, собственно говоря, делает руководителем непосредственно, там, является Эльнур, да, председатель. Эльнур Гусейн, там, президент фонда Азербайджан, благотворительного. Да, комиссии, в том числе председатель комиссии по межкофессиональным и межрелигиозным отношениям, как так называется. В общественной палате Кировской области, плюс руководитель комиссии по гражданским вопросам. Да, к сожалению, он сегодня не с нами, потому что сегодня фонд Азербайджан вместе с союзом дзюдо Кировской области организовали праздник с Лабацком. Вот Зайрбек Гаджиевич Лабазанов находится тоже там с Эльнуром, как раз посвященный весне, как раз после вот этого турнира дружбы, значит, будет, дружба народов будет, у них такое тоже чаепитие праздничное, они тоже будут. Да вообще классно, что во многих местах люди отмечают этот праздник. Да, кстати, мы озвучили, да, тут, когда отмечается Навруз все-таки? А не озвучили, ну давай озвучим. 21 марта. 21 марта непосредственно, да. То есть он никуда... Наступает новый день, да, Навруз? Да. Новый день. Но. Да. Но. Ведь не просто 21 наступает, а до этого, я не знаю, как у таджиков, но у азербайджанцев, у нас. Каждый вторник. Каждый вторник. Чаршамбе отмечается. Отмечается этап, Чаршамбе это вторник в переводе, отмечается этап приближения, значит, к празднику, который посвящен каждой стихии. Каждой стихии. Зато, да, четыре получается. Да. То есть четыре вторника до 21-го в Азербайджане отмечают каждый вторник как день той или иной стихии. И именно начиная с этих стихий начинает пробуждаться природа. И вот там сначала земля пробуждается, потом воздух, потом вода, потом огонь. И в итоге наступает непосредственно. То есть практически месяц подготовка занимает. Да. Месяц подготовка к навросу. И, кстати, вот, наверное, Явер скажет, почему и в какое время начинают, и, наверное, Саин Азаровец, тогда начинает Саимани готовить. К празднику. Так, раз уж сказали Саимани, вот на столе у нас... Вот кто нас видит, да, или там... Ну, будет видеть, затем видеозапись мы выложим на нашем сайте. Да, вы увидите это Саимани, я, так сказать, приподниму. Саимани. Да. Саин Азаров в Таджикистане называется. Суманак. Суманак это называется. Но все однокоренные слова, насколько мы понимаем. Ну, тюркское, как бы, один язык, собственно говоря. В общем, один из первых этапов подготовки к наврузу, это как раз-таки выращивание пшеницы. То есть берется пшеница, просто заливается водой. Там марлю ставится в клубочек и поливается несколько дней водой, замачивается в воде. И вот, собственно, замачивается. А потом на тарелочку укладывается. Это Явер у нас рассказывает, да? Да. И брызгается водой. Да. Вот находится это сейчас перед нами, да, вот я потрогаю даже в тарелке, вот это проросшая пшеница. Ну, за 4 недели получается, то есть она проросла, ну, тут сантиметров на 10, на 15, да, уже получается. Такой красивый, зеленый, внушающий жизни, радость. Вот представляешь, во всем белом, когда уже, мы ведь сначала радуемся, как бы, снегу все, да, а потом, ну, скоро ли, скоро ли. И тут первые ростки жизни. Ну, в таком виде это не естся, так ведь? Или это вообще не естся? Ну, если тебе очень хочется, да. Если ты почувствовал себя травоядным сейчас, да, пожалуйста. Наверное, ближе, это как символ, наверное. Это символ, да, да, это символ весны. Но какое-то блюдо ведь из проросших. У нас, вот это, мы хочу про это рассказывать, сразу буду потом рассказать, как они готовы. Так вы рассказываете. Рассказывайте, да, вы сам. Вы от нас убегать будете уже скоро, очень-то. Да, нет, вот я хочу этот, в первую очередь, наверное, хочу всех от имени народа Аспита Иссана, лично от имени семья, поздравить с наступающим неврузом. С наступающим. С наступающим неврузом. И хочу пожелать всем, в первую очередь, крепкого здоровья, счастья и всего-сего лучшего. Ну, я хочу блюда Суманак, хочу немножко историю, если я не сказал, все. Так, Сайгназар подготовился. Да, подготовился. Вот в основном блюда наружу, это на селе Суманак. Приготовленные их блюда длительные. Начинают их готовиться вечером и до ухода, на это вся ночь уходят. Приготовленные Суманак занимаются только женщины. У нас там, ну, таллистяны, наверное, у всех. У нас там таллистяны, так, женщины. Так, подождите, мы сейчас имеем в виду блюда из пророщенного. Это смотрите, давайте разделим. Потому что есть блюда, которые делают из пророщенного, это есть блюда. А вот просто вот это самое, не так как это, значит, азербайджанская диаспора, так сказать, представила, то это блюдо в Азербайджане не едят. Не едят, оно просто присутствует, да? Да, оно присутствует, но есть блюда из пророщенной пшеницы. Вот это и называется пророщенный пшеницей. Ну, собственно, из этого можно приготовить, да? Да, да, да. Суманак – это халва, приготовленная из пророщенных ростков пшеницы, которая перемалывается, а затем варит в котле. На хлопковом масле с добавленной мукой. На хлопковом масле? Да, на хлопковом масле. Очень полезная масса. И на добавление с добавленной мукой. Это блюдо очень полезно для здоровья, поскольку богатые витамины В и аминокислотные. То есть получается такая, насколько я понимаю и помню, видел, такая тягучая масса такая, да, получается? Она немножко, то есть халва, значит, она отличается, да, Саеназар, она отличается от того, что мы в магазине покупаем от этой серой массы. Наша халва – это другая халва. Поэтому здесь упоминалась мука. И, значит, фактически суманак – это халва с добавлением пророщенной пшеницы. Вот так, наверное, надо было. Это сладкое кушание. Это сладкое, вкусное, очень сытное кушание. И вот с чаем хорошо. С чаем. Рассладко, да, конечно. Вот в регистрации Монако у огромных котлов собираются все женщины в больших семьях. А мужчины стоят в стороне, облизываются в это. Да, мужчины. А в городах соседей по очереди, беспрерывно помешивая в них, чтобы блюдо не пригорело. Очень важно, кстати. Да, очень важно. Ночью превращаются в женщины, в посиделки, разговаривают, песни поют и дальше танцуют во время приготовления. То есть это все готовится на разные, так скажем, хозяйства? Это уже праздники. А, это уже праздники? Это уже праздники. Это все будет выставляться на общий стол? Конечно, конечно. Да, да, да. Это уже общий сбор на праздники женщин. То есть они собираются, они не просто готовят, они уже в празднике находятся. Это мы, мужчины, потом присоединяемся. Присоединяемся, да. Типа, ну что же вы тут приготовили? А для женщин уже праздник начался. И вот после охраждённого блюда подаётся к столу. Когда она будет охраждённой, будет подаётся к столу. И все подходят, соответственно, к этому большому столу. Ну и оно может быть в одной, может в нескольких посудинах, может порционно разложиться по количеству гостей. Но обычно большую общую тарелку кладут и потом как бы... Но можно и порционно это сделать по количеству присутствующих гостей. Надежда Гвзиановна, нечто подобное тоже готовится? Вот о чём сейчас я имею в виду рассказать? Нет, у нас такого нет. Потары не готовят такого всё-таки. А вот в Азербайджане халва готовится. Только другая. Только не суманак называется, а вот у нас как раз халва называется. И какая другая? Другая. Ну можно же это как-то словами-то объяснить. Ну она такого коричневого цвета. Приятно коричневого цвета, кофейного. На сахаре готовится его. Готовят. Тоже надо следить, чтобы не пригорело. Всё время следить надо. Продолжай. Да, всё уже. Но тоже можно добавить как бы... Халву можно по вкусу делать совершенно разной. То есть можно добавлять какие-то сиропы, чтобы придать какой-то вкус. То есть фруктовые какие-то. Можно классический сделать, а можно не классический. Да? Так ведь, да? Экспериментировать, в общем, да. Сейчас же всё усовершенствовано. Сейчас же всё есть. Можно всё добавить. Это раньше, если народная традиция, и там, например, крестьяне, да, где были все эти вкусовые прибавки. Ну или ты приготовил за лето, или не приготовил вкусовые добавки. Да, точно так. Если ты не лентяй, то ты приготовил, да? Ну, если уж говорить о кухне, да, Надежда Селегзиановна, татары, это всё-таки какие основные блюда готовят к наврозу? Здравствуйте, я, конечно, тоже поздравляю всех с наступающим наврозом, с праздником всех наций, кто именно отмечает праздник навроз начала весны, начало нового лета исчисления, нового равноденствия. Всех благ, здоровья, благополучия, любви, конечно, и всего хорошего, прекрасного. В каждой семье, вот, конечно, если, например, начинаем, да, азербайджанцы, вот именно зелёный цвет, самый насущный после снега, чего нам не хватает, это именно зелени. И вот видите, как люди уже, народ свои традиции продвигает в дальнейшем, что именно с осени, как Азиз сказал, что готовят зерно, а затем, значит, что оно к весне уже готовим и прорастает оно. Вот мы уже готовимся к новому урожаю там, например. Продолжение жизни всё время, да. Продолжение жизни, да. Продолжение жизни, да. Продолжение жизни, да. Наступит сегодня, а после сегодня наступит завтра, поэтому... Да, и вот, значит, конечно, татары, как и все другие нации, конечно, именно всё в сладком. Традиционный, конечно, это наш чак-чак. Спасибо вам большое за то, что вы приготовили специально дневность. Да, покажите, пожалуйста. Держу, держу. Натуральный, на натуральном мёде, всё именно ингредиенты, все натуральные. Сейчас попробую натуральный мёд. Да, проверьте, пожалуйста, очень вкусно. От магазинского, конечно, отличается бесподобно, да. Натуральный мёд. Долго это готовится? Нет, это не долго готовится, просто надо тесто выдержать в холодильнике минут 30-40, чтобы когда вот именно разрезаются дольками, шариками, когда это в колбаски превращается, и затем режешь, и в кипящее масло обжарку, и оно вот именно так вот пузырится, поднимается, и такие получаются. Напомните, как переводится чак-чак-то? Чак-чак, просто сладкое кушанье, чак-чак. Нет, как переводится буквально, есть значение у слова чак, чак-чак. Ну, я думаю, что как бы такое, наверное, давно это потеряло, какую-то там связь семантичную. Да, наши вот искорено, они чапчаги говорят. Чапчаги? Чапчаги, да, по-нашему чак-чак. Вот, ну, в переводе чак-чак надо посмотреть, поинтересуемся. Давай, Володя, поищи, поинтересуемся. Мне так приятно смотреть, у нас тут не только пророщенная пшеница, не только, собственно, чак-чак. Рожжу, Володе, приятно смотреть. Да, но еще и, собственно, тарелка с другими еще я встану, с тоже олицетворяющими, да? Так, ну, сладкое, да, тоже сладкое в основном. Да, все сладкое, конечно. Есть всякие, конечно, и чпочмак, и всего. Начинка, опять же, к нашим народным историческим традициям. Что было в семье, из того мы делаем, из всех ингредиентов. Есть мясо, делаем и с мясом. Есть в беляши, в беляже делаем рис с курагой, с изюмом. Тоже сладкий беляш. В следующий раз в смея беляже будет хорошо. Да, да, вы правильно поняли мой взгляд. Хочу беляш. Да, вот. Мы должны попробовать. Обязательно, конечно. К чему же мы идем? Мы стремимся к тому, чтобы именно возрождать наши утерянные традиции. Нашу культуру. Конечно. Вот видите, как хорошо я пришла именно в национальных одеждах. И наши в будущем девочки тоже будут приходить. Будем затем в студию готовить. Для танца. Мы с вами договорились. Для музыки. Для пения. Да, для пения. Кстати, у татаров есть национальный инструмент? Музыкальный? Музыкальный? Нет. Ну как, татарская гармония? Ну гармония, она гармония, она, да, гармония есть. Гармония, она и в Африке гармония. Сейчас будем искать, значит, кто именно. Да, да, да. У нас и гармонисты есть. Все, Азиз, хорошо. Ждем. Саян Азар, кстати, вот вы уже ведь не первый раз у нас. Я второй раз. В студии мы имеем в виду. В студии. Вот, и тоже, вот вас тоже очень-очень просим. Мы хотим послушать музыкальные произведения. Таджикское народное. Мы хотим больше знать о таджикской, я не посещаю сказать, великой таджикской поэзии. Вот, поэтому и многое другое. Тем более, сегодня ведь наврус. То есть мы пожелания на Новый год делаем. Мы многим, чем можем, очень многим, чем можем поделиться друг с другом, да, конечно, безусловно. Да, да, да. Мы как-то вот все, да, сразу о блюдах начали говорить, да, которые нужны. Но это наша с тобой любимая тема. Ну, да, да. Я хочу спросить, нужно ли духовно готовиться к Новорозу? Да, конечно, всегда даже. Конечно. Это же, во-первых, опять же, традиционные праздники, да, всех наций. Да, всего, наверное, я вчера была в Доме дружбы народов, был праздник народа мира. Ребята, которые учатся в наших университетах, в колледжах, в ГГУ, они из Суданы, из Уганды были, Таджикистан был, Китай был. Вообще, так здорово, хорошо прошла именно вот эта встреча народов мира, как они все подготовились к презентации, каждый рассказывал про свое государство, про свою культуру. Ребята одевали национальные одежды. Вы знаете, вот это, конечно же, здорово. Это вы организовывали? Нет, это именно ВИАДГГУ, это с Октябрьским... ВИАДГУ. Сейчас у нас один ВИАДГУ. Да, ВИАДГУ вместе с Октябрьским террауправлением, вот, и при помощи Дома дружбы народов, так как Дом дружбы народов у нас, как говорится, уже начал работать в полную силу. Конечно, молодец, Андрей Васильевич Седавных и Надежда Валерьевна, молодец. Директор Дома дружбы народов? Да, они, конечно, молодцы, вот, и на их площадке делается очень много сейчас мероприятий, вот, именно, раскрывается мероприятие каждый раз, от раза к разу, и вот, ребята... А кого приглашают? Ну, это, наверное, седавных надо нам вытащить сюда, как бы, то есть, как бы, там, народу-то, наверное, много было, или... 50 человек было, вот, именно, всех студентов, нет, студентов, студенты, это именно ВИАДГУ. Ну, может быть, надо и других людей приглашать на такие мероприятия. Я вот просто знаю, что там действительно есть талантливые люди, они и выступают, и порой даже очень даже профессионально, да, хотя самодеятельно... Из Алжира мальчишка пел, без музыки, так хорошо спел. Второй мальчишка из Судана прочитал, или Сугандык, ну, в общем, я сейчас вот не помню, прочитал стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. Вы знаете, там, какие молодцы студенты, да, на русском языке, вот, китайцы, это девочки, мальчики учатся, вот они, ну, вот, вообще, Крыл, конечно, здорово, супер. Ну, вернёмся всё-таки к Наврузу, по той теме потом поговорим, да, так как ты собираешься, как бы, или ты уже не собираешься уходить? Да. Ну, собираешься? Да, собираюсь. Тогда ещё скажи, пожалуйста, значит, а как отмечают, то есть вот, что в традициях, как отмечают, то есть какие игры, какие представления таджики проводят во время своего праздника? Ну, в основном у нас там, начнём, ну, сейчас по празднику, и там, и песни, и спортивные предприятия очень много, например, там национальные гуштингери называются. Гуштингери? Да, это вот как борба национальная. Это как курешу татар? Это чуть-чуть похоже, но не похоже. А чем? Чем не похоже? Там куреша на поясах? Только на поясах. На полотенце. Там она похожа всего на, это, греко-римецкая борба похожа. А, то есть непосредственный контакт спортсмена со спортсменами. Руками. Да. Ну, обычно, за ноги можно хватать? За ноги нельзя. Нельзя. То есть до пояса? До пояса, да. И еще бывают всякие вот гаданые избирные русские, да, гадают. Гадают на Новоросске? Вот первое, я там много гадают, но один пример приведу. Новоросск особенно увлекается этим занавесевшей девушкой, которая скоро замуж, которая уже готова. Девушки на выданье. На выданье, да. По-русски. Да, 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 да. Вот они вечером собираются и через себя бросают через голову ботинок. Так, у русских девушек валенок бросают. Да, но вот на этом уже это ты заслала, да. И вот его нос отправляют. Останут ли они? Ну, аналогично. Дома, да. Это как на крещение у славян. Ну, очень много гаданых таких. И вот на Руси еще потом, наверное, у всех есть это, которые дети, и которые ходят в гостям песни, поют им, поют с радостью вот уже таких. Калятки, что ли? Ну, по-русски, как калятки, да. Ну, вот, я уверен, как у азербайджанцев это, то есть? Я приветствую всех. Здравствуйте всех тоже поздравляю с наступающим праздником. Желаю всем крепкого-крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия всех, всего самого наилучшего. У нас дети маленькие по паху кидают к соседям, стучат в дверь, оставляют... Сами заркивают у них прямо тоже так же. По паху и убегают, прячутся. Прячутся, чтобы никто их не заметил. И соседи, кто чем может, туда различные сладости кладут. Закрывают дверь, и детишки... Праздничные угощения. Да, забирают. И так по нескольким домам. И так можно не уснуть всю ночь, потому что к тебе будут ходить все. А как это, извините, в городах, в каменных джунглях? Это что, вот пошел, постучал в дверь, оставил что-то перед дверью? Да, но в городах это в меньшей степени. Больше в селах, в районах. Больше в селах, в районах. Но все равно это делается. Вот тоже надо восстанавливать. Да. Будем ходить подъездами, домами дружить. Правильно. Я помню, кстати, в детстве тоже в деревне. Если кто-то что-то не дал, надо что-то вот как-то ему подколоть. Мы ворота снегом заваливали, чтобы потом сложнее было увидеть. Хулиганили немножко, да. Праздник Навруз, именно о нем сегодня мы говорим. Сейчас у нас небольшая рекламная пауза. Там Саиназар Саиназаров, представитель Кировской региональной общественной организации «Такжицкая диаспора», очень просил вот именно в этот момент дать ему возможность уйти на другое мероприятие. Спасибо большое, Саиназар. Спасибо. Еще раз с праздником. И я хочу всех пригласить. У нас будет 23-го. Два часа Навруз. Пожалуйста, приходите. 23-го. В Доме Дружбы народов. В Дом народов, да. В два часа она начинается. И там будет концерт, и плов, и постараемся готовить этот суманок там. Так что приходите. Ну, праздник семейный, безусловно, да, могут приходить все, и старый млад, так что ноль плюс. Ноль плюс. Еще раз, 23-го марта? 23-го марта в два часа. В 14-0, да. В 14-0. Дом Дружбы народов уже будет готов. Плов уже давно, да, готово будет. Что, ждать не будем? Сразу плов. Сразу плов, да. Спасибо. Реклама у нас, мы продолжим очень скоро. Союз нерушимый. Продолжается наша программа. Азиз Агаев. И Владимир Смиталин. Да, наши гости. Надежда Федеева, руководитель Кировской общественной организации «Татар-Ешлек». Молодость. И Явер Алибалазаде, представительница азербайджанской диаспоры. Мы там, да, говорили, да, вот эту халву готовят женщины, варят в огромном котле, помешивают. Мужики-то что делают? Спят, готовятся к празднику. Что в Катарстане мужики делают? Что в Азербайджане делают? Потому что если это всю ночь варится, варива, да, это сам женщина не отходит от котла, она готовит это кушанье, чтобы именно к завтраку подать, например. Мужчины же, конечно, они что делают? Они прибирают, готовят именно там стулья, наверное, это все равно, опять же, сосемейный праздник. Праздничный стол всегда все равно вместе. Да, да, все равно все это вместе. Где-то барашка, значит, надо... Да, потому что... Привезти, значит, и подготовить его. Да, к тому же плову, это же тоже национальное кушанье-то. Одной-то ведь, как говорится, вкуснятиной сладостью никак не подойдет. Из-за этого вот и там и барашек идет, и плов делается, вот и мужская работа, и тот же шашлык идет, то же самое. Конечно, конечно, это же праздник, там можно, и должно быть всего очень много. И ведь традиция говорит о том, что ни один и не два дня отмечается Маврус. Да, даже выходные в Азербайджане, по-моему, пять или шесть дней там... Официально государством установлены несколько выходных дней. Да, установлены выходные. И вот этот праздник именно в выходные дни попадает. То есть вот как раз такой вот Новый год. Ну, в Азербайджане из года в год непосредственно участвуют прямо в празднике на набережной. Ильхам Алиев выходит с Мехребан Алиева, с семьей, там с внуками. И точно так же участвуют в этом празднике. Благо в Баку очень много исторических памятников. Там и Девичья Башня, и Хам-Сарай, и там, и так далее, и так далее. И прямо вот в этих исторических местах и костры зажигаются, потому что по традиции, собственно говоря, каждый человек должен еще и перепрыгнуть семь раз через костер, чтобы... Долголетие, правильно. Да, да, чтобы... Потому что там нужно жить долго. Чтобы все плохое огонь не пропускает. Да, да. Когда ты прыгаешь через огонь, все плохое как бы сгорает, а ты переходишь... Оно, опять же, по традициям, да? Земля, воздух, огонь, вода. Правильно. Да, 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 да. Вот, поэтому... И вот там и танцуют, и пляшут, и театры, и представления устраивают. Это помимо того, что вот сейчас мы видим с тобой поднос перед глазами, да? И вот ты видишь, что на этом подносе, собственно, все богатство южное. Но обращаю внимание, что помимо того, что здесь есть пахлава, но вот я не вижу щекиарбуру, еще щекиарбуру делают, значит, азербайджан. Щекиарбура — это... Этот, значит... Как вареный сахар, наверное, да? Нет. Щекиарбура — это измельченный орех, значит, подслащенный. Это пирог из ореха, пирожок из ореха. Но его особенность заключается в том, что этот пирожок из ореха, значит, девушки, женщины тоже заранее, там, за три, за четыре дня, там, готовят. Этот пирожок сверху, значит, девушки и женщины наносят маленькими щипчиками, значит, узоры. Узоры и становится такой красивый пирожок. Который есть-то потом жалко. Произведение искусства. Да, да, да. И сейчас еще есть традиция, что, да, я уверен, что на этом пирожке пишут имена, значит, любимых членов семьи. Близких. Близких, да. Ну вот, как бы, это тоже движение новой жизни. И вот мы, когда видим этот поднос, я хочу обратить нашу внимание, что на этом подносе есть крашеные яйца. Да, я тоже заметила. Что ассоциируется в православных Спасхах. Вот, именно. То есть, крашеные яйца – это признак праздника. И независимо от того. То есть, понятно, что яйца были у всех народов, и хотелось украсить свой праздник, и люди красили. Да, и у нас бабушка раньше так же точно всегда, когда с Абантой был, крашеные яйца. Мы точно так же сопоставляли именно с каким праздником, с Абантой. Опять же, весеннее, да, пашня прошла, пахота прошла. Люди, раньше же не было выходных дней. И первое воскресенье, после того, как засеяли поля, выходят все полностью на Абантой, и все гуляют, и красили яйца. И бабушка испокон, вот сколько я себя с детства помнила, она всегда во время Абантуя, там, начало июня, ну, середина июня, после Уразы, конечно, когда там же Ураза тоже, летоисчисление идет конкретно. Вот, и она всегда красила яйца. И я, так как мы здесь, да, живем между, как говорится, русских и других наций, я всегда спрашивала, бабушка, красят яйца всегда только на Пасху русские. Она говорила, нет, у мусульман, у татар тоже есть, говорит, потому что именно вот свой обычай, луковая шелуха. Я думаю, у любых народов, где, собственно, яйцо присутствует, смысл один и тот же, это начало жизни. Да, да. Начало жизни, истоки. Да, истоки, правильно. Абсолютно верно. Ну, Явер, вот ты у нас учишься в медной институте. Да. Родилась? В Азербайджане. В Азербайджане, и давно ты приехала в Киров? 18 лет назад. 18 лет назад. Но ты домой ездишь? Бывает, да. Бывает. А вот на праздники? К сожалению, это не часто удается с учебой. Разгар учебы, конечно. С учебой, да. Но если есть возможность, конечно. А какие традиции вы здесь соблюдаете? Вот во время Навруза вы что делаете? Вот собираетесь, вот у тебя есть подруги, семья там и все такое. Ну, конечно, всей семьей собираемся. С мамой готовим блюда национальные. Вот сами они ставим. Вот веселимся, общаемся все вместе. В гости ходите? Да, поздравляем всех. А подарки? Принято дарить? Навруза. Да, обязательно вот в этот праздник желательно какую-то новую вещь себе купить или подарить кому-то. В дом тоже приветствуется купить новый атрибут. Ну, в прошлом году мы разговаривали, да, с девушками. Да, отрез ткани. Да, 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 это у таджиков, как бы говорили. Да, если кто-то в ссоре, мирится обязательно. Вот. И ты что-то из этого, ты с кем-то была в ссоре и помирилась во время Навруза? Нет. Не была или не мирилась? Не была. Не была, правильно. Я не ослышался, я уже студентка. Четвертый курс. Четвертый курс уже. Да, в общем, да. Скоро будет полноценный доктор. Медицинский, молодец. Интересно, конечно, замечательно. И в гости ходите? Да, конечно, не в сам этот праздник, а уже 20-го позже. Да, да, да. К знакомым. К сожалению, тут родственников нет, они все в Азербайджане. Только дядя. Музыка, танцы, что еще составляющая обязательная праздника? Ну, конечно, здесь такого нет, но костер разжигают. Ага, ну вот сейчас мы о нем говорили, да, что нужно обязательно 7 раз перепрыгнуть. А ты сама прыгала через костер? Да, но когда это было маленькое. А когда большая, уже не прыгаешь? Потому что... Потому что нет костра? Да, здесь, к сожалению, не поймут. Ну почему? Славяне тоже прыгали, я не знаю, наверное, и сейчас кто-то прыгает через костер, да? Да, но это все равно здесь не так распространено, как там. Нет, надо, значит, программу прописывать на следующий год конкретно уже, чтобы вот именно все праздники выезжать, например, семьями, да, и вот делать костры. Я думаю, что вот формат праздника диаспорам, наверное, это можно как бы рекомендовать, что формат праздника сделать как раз вот со всеми этими атрибутами. Потому что, ну, просто прийти, понятно, дом дружбы народов это хорошо, это танцы, музыка и так далее. А есть масса как бы... Уличных мероприятий, которые тоже... Я не знаю, я уверен, помнит или нет, например, в азербайджанском празднике обязательно участие Кечаля и Кёсы, да? Кечаля — это лысый, ну, это такие комичные артисты, и Кёса — это такой волосатый, маленького, так сказать, роста. Это такие народные герои исторические. Да, народные герои, Кёса очень вредный, как бы пытается всё время всем вредить. Вот и... ну, такой вот он, ну, как это вот... Желчный такой, вот он всё время хочет там, да, навредить. А Кечаля, он смешной. Добрый. Добрый такой, да. Всем ходит, всем подарки раздаёт. Ну, как Дед Мороз всем подарки, кого увидит, так и Кечаля. Вот увидит там детей и сразу начинает подарки там раздавать. То есть вот такой вот герой. Да, кстати, я правильно понимаю, что один из там исторических смыслов и целей Навруза во время этих народных гуляний ещё и там найти себе вторую половину, присмотреться, вот как, например, на Масленицу, когда широкие народные гуляния. Ну, во время праздника, конечно, там, где массовые мероприятия, конечно, посмотреть друг на друга. Как у Татарна Сабантуи точно так же все гуляния. Увидеть не только на фотографии. Да, и ведь по обычаю вообще-то девушка ткёт, например, полотенце, вышивает что-то какие-то. И ведь когда вот перед Сабантуем ходит как глашатой, собирают, да, мальчишки идут в шестом, и на шест девочки привязывают своё полотенце. И именно с именем или с орнаментом, с традиционным. И когда вот скачки идут, кто там первый, и вот она сидит и говорит, вот бы только бы моё полотенце, осталось бы моему там возлюбленному. Они же не были знакомы. Да, конечно. И вот на Сабантуе вот именно вот это всё, вот народное-то оно точно так же, да, и во всех нациях. Только видите, как на Навруз конкретно, вот все праздники, они все идут к знакомству, именно к уважению, к любви. И вот из поколения в поколение вот тебе семейная традиция, из этого, из всего и получается. Вот такое жизнеутверждающее событие, праздник ждёт нас. Новый день, новая жизнь, Новый год, Навруз. Кстати, число 18-то что означает? А вот тут 2018. А, 2018 год. Есть ещё так раскрашено с пожеланиями, с праздником, поздравлениями, что вот 2018, Навруз 2018. Новый год. Новый год, новое летоисчисление, да. Всех, кто, собственно, связан непосредственно с этим праздником, кто принят, тот, кто отмечает его, мы, безусловно, поздравляем, самое наилучшее пожелание. Ну, у вас тоже ещё есть возможность поздравить, пора уже завершать у нас разговор. Ну, конечно, поздравляем всех, и в следующий раз, значит, будем готовиться конкретно к следующему мероприятию в апреле месяце, значит, тогда уже будем искать с костюмами кого-нибудь, чтобы кто-то пришёл, попросим из твоих, значит, кто с гармонией придёт, споёт. Ну, да, мы ждём вас в татарские праздники, прошу, как бы... Союз нерушимый, будем все полностью, да. Конечно, конечно, конечно. Так что, Ялвер? Я ещё раз всех поздравляю с наступающим чудесным праздником, желаю, чтобы отметить его, как сказать, на ура, всем собраться дома, повеселиться от души, кто в ссоре, помириться, и всё, чтобы у них всё было хорошо. Этот год был очень удачным. Этот год у нас знаменательный, скоро у нас хорошее число, 18 марта, да. Давайте не будем о политике. Ну, это не политика, так что мы всё равно, как говорится, новое исчисление, Новый год, и опять же, 18-е. Вот самое то, так что... Ну что, я тоже поздравляю всех, делитесь теплотой души, с праздником всех, и тех, кто не отмечает, и пожелания всем, и тем, кто отмечает, и тем, кто не отмечает, самые наилучшие. Спасибо, это программа «Союз нерушимый». Разговор наш завершён. До встречи через две недели. До свидания. Всего хорошего. До свидания. Удачи. Союз нерушимый. Союз нерушимый.